Накануне начался прием предложений для обсуждения в рамках двух сессий. Всего члены ВКНПКСК уже подали больше 700 предложений, охватывающих широкий круг вопросов. О главных темах в репортаже моих коллег. В ближайшие недели политическую повестку дня в Китае будут задавать пленарные сессии Консультативного совета и высшего законодательного органа. Для членов ВКНПКСК это прежде всего возможность высказаться и донести до руководства проблемы и рекомендации, представляемых ими групп. Борьба с бедностью в провинции Юнань встречает немало препятствий. Ситуация в регионе очень сложная. Мы надеемся, что в рамках 13-й пятилетки для решения этой проблемы будут приняты точечные меры. Мы хотим, чтобы китайские медицинские традиции и народная медицина нацменьшинств опирались на одни и те же законодательные нормы. Это крайне важно для сохранения и развития нашего общего наследия. Мои предложения касаются борьбы с коррупцией и затрагивают самые разные аспекты от предупреждения такого рода преступлений до наказаний за них. У меня план, направленный на поддержку традиционной культуры. Считаю, что это должно найти отражение в нововведениях в систему образования. Свои идеи на этот счет я выразил в документе, который планирую направить соответствующим ведомствам на рассмотрение. Всего на данный момент от членов ЭКН ПКСК поступило свыше 700 предложений для обсуждения в рамках двух сессий. Предварительный анализ позволяет выделить главные темы обращений. Первое и самое популярное – это обеспечение здорового и стабильного экономического развития. Второе касается продвижения реформ. Третье и четвертое связаны между собой и фокусируются на улучшении качества жизни народа. Специалисты отмечают – количество инициатив далеко не окончательное. Общее число предложений в рамках двух сессий традиционно насчитывает несколько тысяч.